Полдень. Кофе. Бутерброд. На Болткоме. Разворот. Самые важные вопросы дня. Самые актуальные гости. В прямом эфире Радио Болтком. По рабочим дням в полдень. Участие слушателей обязательно. Разворот. У нас гости. Ребята, а это я ломаю дверь. Телефон прямого эфира Радио Болтком. 672 12 93 и 9. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В студии Несса Берзиня мне помогает обеспечить качество эфира Евгений Копейн. И сегодня у нас в гостях люди, от которых во многом, если не в большинстве случаев, зависит вообще пополнение нашего государственного бюджета, который все время как-то на слуху оказывается, поскольку тащает. Вот. Это предприниматели, в частности. Это вице-президент торгово-промышленной палаты Айго Ростовский. Добрый день. Добрый день. И это Бестурт Амурс. Он основатель латвийской... Я правильно должна поправить. Основатель латвийской ассоциации рисков. Правильно? Вообще это интересно. Вечерного топитала, да. И учредитель Экобалтия, то есть объединение, которое занимается переработкой отходов и, в принципе, приданием второй новой жизни. Да, все верно. И, собственно, люди, которые не на словах, а на своем деле каждый день сталкиваются с проблемами, с которыми сталкиваются все остальные предприниматели нашей страны, поэтому мы сегодня как раз об этом поговорим. Я напомню номера наших телефонов 672-12-93-9, 672-13-93-9, а также можно задать свои вопросы в прямом эфире на нашем сайте mixnews.lv. И совсем недавно, вернее, вчера, насколько я понимаю, появилась информация о том, что латвийская торгово-промышленная палата, собственно, предлагает провести так называемую инвентаризацию налоговой системы. То есть то, что наша налоговая система, конечно, ну, такое слово есть, такое дружественное, недружественное, но в данном случае она недружественная к предпринимательству. Это, по-моему, ясно даже людям без экономического образования, потому что я думаю, что у нас людей умных и предприимчивых в стране много, но они не занимаются даже самым маленьким бизнесом по одной простой причине, что, понимаешь, эти налоги, этот бизнес их у них уничтожит. Вот что, в частности, вы хотели бы изменить в этой самой налоговой системе? Почему? Какая инвентаризация должна произойти? Не, ну, вчера там инвентаризации не было, и я там тоже сам не участвовал, потому что у нас в торгово-промышленной палате есть специалисты по налоговой политике, они профессионально это все дело лучше знают и понимают. Ну, депутат Силыня высказал о поднятии этого микроналога, значит, для тех маленьких предпринимателей, которые занимаются малым бизнесом. Это, конечно, вызвало буро эмоций у малого бизнеса, и мы пригласили депутата вчера на дискуссию, да, и как мне рассказывали, ну, те, которые участвовали, конечно, дискуссия бы долгая, но это просто как индикатор того, что, я извиняюсь, наши власти очень часто вообще, ну, скажем так, не очень понимают... Не имеют представления, скажем. Они довольно-таки бывают часто далеко от того, что в реалиях, да, и как бы вот немножко, кажется, живут где-то на других планетах, да. Но если мы вот более шире об этом скажем, я считаю, что это, скажем, следствие от того, что, в принципе, у нашего, ну, государства, у нашей власти вообще не хватает фокуса на что работать. Вот когда был фокус Евросоюз, ну, фокусировались, поступили. Можем говорить плохо, хорошо, но был фокус, был фокус поступить НАТО. Сфокусировались, сделали. И опять, кому-то плохо, неплохо, но это другой вопрос. Я считаю, что новый фокус должен быть в благосостоянии. Ну, скажем, внутренний валовый продукт. Это идея какая? Чтобы у нормальных людей в кошельке было больше денег. Вот если бы такой был фокус у государства, тогда уже меняется вообще, ну, сам подход. И тогда вот таких вот чудес уже становится меньше. И если мы вот, чтобы, ну, кошельки стали у людей потолще, деньги-то что? Их создают бизнес через предпринимательство, да. И чтобы предпринимателей было много, чтобы они были продуктивными, нам надо что сделать? Конкурентоспособную бизнес-среду. В том числе конкурентоспособную налоговую политику, чтобы она была лучше, чем у соседей, чем вообще в регионе. Вот если бы, скажем так, наши руководители нашего государства работали так, то благосостояние бы поднималось. К сожалению, вот многие, которые руководят государством, не очень это все, как бы, понимают, да. И, может быть, исходя из теории, потому что он где-то что-то прочитал и переходит с такими вот странными предложениями. Так, тогда еще к одному предпринимателю вопросу. А, собственно, вот ваш бизнес выживает. Я понимаю, что страна без отходов не может прожить никогда. Но, собственно, это, насколько еще я понимаю, опять же, очень большое производство какое-то, переработка. То есть, это вложения громадные и все остальное. Вот вы как-то умудряетесь вот с этой налоговой системы существующей лавировать, может быть, какие-то или что? Может быть, перед тем, как я расскажу про свой бизнес, я хочу немножко вернуться к первому вопросу. И вот это, может быть, какому-то конфликту, почему такая бурная реакция со стороны камеры предпринимателей. Да не потому, что какой-то налог, может быть, там повышается или понижается. Самая большая проблема в налоговой политике та, что она должна быть предсказуема. А то если мы будем каждый год, не то что каждый год, каждую четверть, мы меняем что-то в нашей налоговой политике. И не так, ну, иногда меняем процент, иногда, как в этот раз в предложении, поднять два раза, иногда что-то снижаем, иногда что-то повышаем, без какой-то системы, без какого-то систематического подхода, который был бы понятен всем игрокам и предпринимателям, и руководителям государства, и простому народу. Ну, идем сейчас в этом направлении. Хорошо, идем. Идем в том направлении. Ну, хорошо, можно договориться. И можно что-то планировать для бизнеса. Самое плохое, особенно для такого большого бизнеса. Неопределенность. И то, что мы не знаем, что будет завтра. Это то, что очень плохо в нашей стране. Потому что я не хочу очень критиковать налоги Латвии. Они даже не самые большие в Европе. Ну, отнуть. Ну, то, что все время что-то меняется, то, что все время опять что-то новое придумывает, опять внедряет, ну, это трудно тут. Ну, да. Я хотела сказать, ну, мы же все-таки живем не совершенно как бы в разных пространствах, хотя возникает часто такое ощущение. Так или иначе предприниматели ведь могут выступать в роли каких-то, ну, я не знаю, советников и, может быть, ну, экспертов, когда вот правительство такие какие-то неадекватные, может быть, принимает решения. И подсказать, ну, просто прийти с расчетами, сказать, вот от этого, от этого, может быть. Не, ну, это и происходит. И просто я тоже не из таких людей, которые критикуют, да. И, скажем так, среди политиков, чиновников есть действительно очень умные люди, которые понимают дело. Ну, как бы эта система в целом устроена так, что, скажем так, эти перемены происходят очень сложно, да. Ну, скажем, одна из проблематик, да, которую сейчас тоже я хочу так подчеркнуть, скажем так, оплата, вот на сегодняшний день оплата министров, да, ну, где-то они получают на руки, там, 1200 латов, да. Да, может быть, для народа это действительно очень большая зарплата, но, извиняюсь, сегодня в реалии такое, что менеджмент в каких-то больших компаниях получает люди, которые руководят, там, 5-6 раз больше, да. И что мы получаем, что фактически, ну, если мы хотим получить качественные, значит, решения, мы должны, ну, чтобы министрами работали профессионалы, да. Я не буду говорить, что сегодня там все они, ну, на эти места должна быть конкуренция, да. И еще, если идем, значит, и вниз, да, то зарплаты, скажем, многим чиновникам тоже очень маленькие, они в рынке не котируются. И что мы получаем? Мы получаем, я извиняюсь, чиновников 2-го, 3-го сорта. И, конечно, вот если люди 2-го, 3-го сорта разрабатывают разные там законодательства, то мы получаем такие результаты, как Вестерус говорит, там, дергают налоги туда-сюда, мы получаем такой, ну, посредственный результат, да. И вот я, как бывший спортсмен, ну, я всегда, мне нравится бороться как бы за медали, да. Если мы смотрим по внутреннему валу продуктов, в мире Латвия находится где-то порядке в 50-м, 60-м месте. Да, мы не самые худшие, но, извиняюсь, 50-60 государств, люди живут лучше. И я бы хотел, что мы были там в 30-ке, в 20-ке, ну, может быть, когда и за золото поборемся, да. Но, с другой стороны, вы же прекрасно знаете, что у нас как бы министры выбираются по принципу партийной принадлежности. Если, допустим, у конкретной партии, ну, нет просто умных людей, которые могут занимать ту или иную должность, я думаю, что вот эти большие зарплаты – это просто выброшенные деньги будут. Не отработают они на эти зарплаты наша экономическая как бы стабильность. Тут есть нюанс, да, не то, что, не надо просто вот так поднять зарплату, да, надо как-то быть, вот, если мы хотим, скажем, элементарная вещь, если министрам бы удалось поднять пенсии, скажем, удвоить, то они бы получили премии. Вот в том направлении. Ну, я имею право мечтать. Понятно. Ну, если один такой хороший человек сказал, у кого нет мечты, у того нет будущего, я в свои мечты верю, и знаете, что часто сбывается. Да, тогда вы давайте так целенаправленно помечтаете. Буду стараться, я так и делаю, я не только говорю, и как уже Вестерс говорил, мы находимся в диалоге, в постоянном диалоге с министрами, и плюс такой, что в сегодняшний день в основном министре говорят, не только министры, и эти, ну, решения стараемся находить, но это, это нелегко происходит. К сожалению, медленно, страна может уехать. Так, у нас звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый день. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот ваш гость, вот что последний выступал, он прямо так с отчаянием сказал, что наши министры получают маленькую зарплату, но назовите мне хоть одну фамилию, кто бы из них не имел свой бизнес. Я думаю, их головы заняты не народными проблемами, а просто личным бизнесом, и зарплаты вполне хватает. Спасибо. Ну, это скорее, я думаю, как мнение, как комментарий, потому что, ну, конечно, не секрет, что у многих политиков у них есть еще и свой какой-то частный бизнес, но, опять же, Анна, наверное, если нет правильно выстроенной экономической системы, они как бизнесмены могут тоже страдать? Ну, нет, я точно знаю, министр финансов Андрес Филкс, у него точно нет бизнеса, я знаю то, что он в банке перед этим получил 2-3 раза больше. Тогда получается вопрос, но если мы хотим специалиста выше класса, мы должны ему дать возможность заработать и на гос, или зарплату поднять, или какие-то мониторации. Ну, то, что я сказал, народ должен понять, пока мы не сможем заплатить достойные зарплаты министрам, и там не получим лучших профессионалов, продвижение вперед будет плохое, потому что на рынке топ-менеджмент получает, ну, если министр у нас получает 1200, топ-менеджмент получает 5-7-10 тысяч. Ну, опять же, тут или замкнутый круг получается, то есть... Я предлагаю народу поддержать вот эту идею, что руководитель государства не просто заплатить, а за результат. Подняли пенсии – заплатили, что-то сделали хорошее – заплатили, чтобы они поняли, что нет, твердый, вот независимо от результата он получает вот столько-то. Вот не сможешь что-то принести, результат, тогда уходи... Но это опять надо менять какие-то, значит, какие-то законодательные акты, чтобы прослеживалось на уровне закона вот эта связь, да? Ты заработал, сделал благо для страны, ты имеешь право на более высокую зарплату, которую не отрывает от бедных. Был бы здорово, если такой подход существовал в Латвии. Я знаю, что существует, например, в такой стране, как Сингапур, существует такой подход. Сделал что-то хорошее для страны, притом не что-то, а определенное так называемое KPI, Key Performance Index. Ну, это как по-русски, я даже не знаю. Не знаю, я не каналист, ничего. Ну, и индекс, то есть, то, что ты сделал, ну, что тебе положено сделать, и что сделал. К решению полезного действия, как раньше говорили. То есть, там корректно подсчитывается, и довольно большие премии выплачиваются, и притом мы видим, как Сингапур не то, что на 30-м месте, на 3-м месте еще, и у Сингапура нет ничего, ни нефти, ничего, как-то они ухитряются. То есть, мы с ним соизмеримы по каким-то таким условиям, то есть, по отсутствию... Очень соизмеримы, очень соизмеримы по... Сингапур – это город-государство по размеру, это он как Рига, и там порядка, на данный момент, где-то 3-4 миллиона жителей. Маленькое государство, которое выросло... Ну, их больше, их больше по населению. Так, мы, может быть, примем звонок, а ответим уже после новостей, да? Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте. Вот это интересная система, в общем, да, тогда нужно... Алло. Пропало, не мы виноваты, честное слово, извините. Так, ну, тогда давайте подождем окончание выпуска новостей, который сейчас начнется, и после этого продолжим наш разговор. Давайте посравниваем действительно, то есть, не будем изобретать велосипед, а посмотрим, у кого эта система какая-то работает. Для нас в гостях сегодня Айгар Ростовскис, вице-президент Торгово-промышленной палаты Латвии, и Вестур Стамуж, основатель Латвийской ассоциации рисков, о которой мы тоже обязательно поговорим, и учредитель Экобалтия. На болткоме разворот. И снова здравствуйте, Инесса Берзин и Евгений Копеин. В студии у нас в гостях Вестур Стамуж, предприниматель, и Айгар Ростовскис, он вице-президент Торгово-промышленной палаты. Мы говорили о том, что, в принципе, велосипед изобретать не надо, есть достаточно много стран, которые успешно решают свои какие-то экономические вопросы, и, в принципе, для этого не нужны какие-то безумные вложения. Мы, в частности, упомянули Сингапур, и у нас звонки. Давайте сначала все-таки примем. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Насколько известно, приходила информация по вашему же радио. Вилк себе там в своем управлении повысил всем зарплату и какие-то еще сверхурочные выплачивает, так что они не бедствуют. Это раз. И второе, я хочу спросить, какие блага принес народу нашему господин Вилк, чтобы ему повышать зарплату. Спасибо. Конечно, я понимаю людей, но это тупиковая ситуация. Я не говорю сейчас о Вилксе или не о Домрозе. Я говорю о принципе, что люди должны понять, пока не будет принцип, сделал что-то и получил, из этого тупика будет сложно выйти. То есть, тем мужам и тем людям, которые, в общем, занимаются законно-творчеством, то же самое. Если есть какой-то топ-менеджер, который компанию создает, идет бизнес хорошо, он получает, скажем, месяц 10 тысяч латов. Ну, это в реалиях. И почему ему идти работать министром? Потому что он в семью привык как-то жить, он учился, он такую заработку зарабатывает. Если мы как народ хотим такого человека там министром, ну, мы тоже должны показать, ты там тоже сможешь заработать. Если он там сможет заработать. Потому что, видите, не всегда бывшие банковские работники оказываются на месте на своих министерских должностях. У нас звонок еще. Здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Очень хорошо, что упомянули о Сингапур. Значит, Сингапур с чего начал-то? Значит, Ликванью, можно сказать, сингапурский уломанец, прежде всего свой суд вывез в Лондон, чтобы были беспристрастны. Да, сделал судьям обалденные их и по нам меркам зарплаты, чтобы они были независимы. После этого, значит, изменилась система выборов. Там выбирают, извините, все обязаны выбирать, и в бюллетене именные. И по праву проголосуй не так. Если мы согласны на это, так сказать, систему, это так. А у нас на сегодня количество чиновников запредельное для любого государства, не сравнивать даже с Сингапуром. И когда говорят, что надо еще больше повысить им заработную плату, то это будет означать, что их потом и не вышибешь. Получается, что у нас так часто, у них там не меняется система в Сингапуре, а у нас так часто меняются правительства, которые хотят посадить нового чиновника или переместить как-то, не получается, добавляется количество чиновников. А все чиновники, это граждане и избиратели. Рискнуть сократить этих чиновников, да, это значит подорвать собственные позиции. Собственные позиции. Поэтому пока у нас не будет изменена политическая система, система управления, в том числе система выборов, вот, у нас ничего здесь не переменится. И экономически у нас полно, очень много толковых людей в экономике, которые знают, что говорят, и их прогнозы сбываются, предсказания сбываются. Но не заинтересованность людей, сидящих в аппарате, что-то изменять, поскольку с этими изменениями они могут пострадать. Поэтому менять надо сперва систему управления, а потом говорить о том, что мы будем жить хорошо. Не будем жить, пока не изменим систему управления. Спасибо. Согласны, что нам надо как бы все в комплексе, не только отдельно взятую, там какие-то вот экономические проблемы решать, но и вообще политическую систему. Я имею в виду избирательную, то есть не всю политическую систему. Ну, в каком-то мере согласны, да, потому что чувствуется, что страна не развивается, что страна не развивается в то направлении, в каком мы как предприниматели хотели бы, что у нас нету производства, то есть нету реального такого развития производства, я не хочу сказать, что вообще нету. Ну, мы не видим, чтобы появились новые заводы, ну, удвоилась там капацитет существующих заводов, то есть, ну, не видно такого существенного роста в этом отношении. Хотелось, чтобы страна двигалась в этом направлении, а не в том направлении, что опять какие-то новые пособия, опять какие-то новые фонды из Евросоюза, черт его знает, за что они нам платят эти фонды, никогда я так и не понял толком, почему они нам платят эти фонды. Ну, это тоже деградирует. Если тебе платить ни за что, это тоже деградирует. Ну, ладно, ну, не будем ведь каждый раз менять все и каждый раз делать социалистической революции. Ну, это тоже как бы не путь. Один раз попробовали, уже ничего хорошего не получилось. И поэтому я более сторонник какого-то эволюционного, а не революционного подхода. То есть, менять все там, ну, это большие сотречения ни к чему хорошему не приводит. А если говорить про это эволюционное какое-то развитие, то то, что нам не хватает, и то, что, может быть, хочет сказать Айгорс, не хватает харизматических людей в руководстве страны. То есть, у нас есть, ну, хорошие, иногда даже честные люди руководят нашей страной. Ну, не хватает харизмы, не хватает визы, не хватает то, что, ну, вот, пойдем теперь, я и мои коллеги вас поведут куда-то. И как-то так живем со дня на день. Так, звонок. Добрый день, здравствуйте, мы вас слушаем. Добрый день. Добрый. Юрий Петрович, я что хочу добавить, что предыдущие товарищи там выступали. Ну, зарплаты не решают все вопросы. Значит, за 20 лет, которые правящая коалиция находится у власти, разные зарплаты были, и большие, и чересчур большие, и теперь поменьше, значит. Но дело не двигается, не двигается. Мы только разрушаем, мы ничего не строим. Приведите мне пример, какое предприятие построило государство. Какое жилье построило государство. Чего мы удивляемся, что люди уезжают, значит, бросают Латвию, уезжают. Так вы дайте работу, дайте жилье. Ничего этого нету. Значит, только, значит, что-то распродать. Сейчас нацелились распродавать, значит, Латэнерго, Латвия с газа, банк цитаделя. А для чего они будут распродавать хотят? Значит, перевести деньги в бюджет и стратить себе зарплату. Значит, пока правящая коалиция будет находиться у власти, у них не хватает мозгов, чтобы это все наладить, наладить производство. Пока производства не будет, ничего у нас в Латвии не будет. Спасибо. Спасибо. Кто-то будет комментировать? Я постараюсь прокомментировать, но я опять вернусь к зарплатам и к системам мотивации. Ну, через пример, чтобы люди поняли, как я думаю. Если сегодня есть, скажем, министр, у него есть в министерстве 100 чиновников, то мое видение такое, что если бы министру дать систему мотивации, если, скажем так, он работает, и людям становится лучше, пенсии побольше, то мы должны ему разрешить вместо 100 чиновников оставить, не знаю, 10 чиновников. Я не говорю, чтобы мы подняли деньги всем чиновникам. Я говорю, надо дать систему мотивации топ-менеджменту. Человеку, который решает, который понимает. И дать ему возможность сокращать чиновников, чтобы он работал на результат, на того, чтобы людям было больше доходов. И если он так будет работать, то он скоро поймёт, что нам нужно заводы, производство, о том, что он говорит, Вестурс. Но тут есть нюанс, что эти заводы не надо строить в самом государстве, но государству надо сделать такое условие, чтобы такие люди, как Вестурс, как я. У нас есть и деньги, и мы можем взять, и тогда мы построим эти заводы. Но государство нам должно сделать условие, чтобы мы этот бизнес развивали, и тогда будут рабочие места. И мы хотим, чтобы мы предприниматели с топ-менеджментом государства как бы были в одной лодке и плыли в одном направлении. И тогда будет работа и будет доход. Я хочу что-то положительное тоже немножко порекламировать. Может быть, наш концерн, мы недавно посчитали, что в течение 10 лет, которые мы активно работаем, активно инвестируем, мы сделали больше, чем 20 предприятий, и посчитали, что на данный момент у нас зарплату получают, то есть работает у нас больше 800 человек. То есть это практически все рабочие места, которые мы создали с нуля. Притом есть у нас 4 хороших завода работающих, тоже созданы практически с нуля. Так что не все очень, так сказать, в черную краску нужно красить. Ну, другое дело, что я не знаю, почему так. Ну, не очень-то часто в наших масс-медиа, в газетах, в телевидении, радио рассказывают о предпринимателе, о хорошем, рассказывают о каком-то бедстве в Индонезии или о каком-то политике, который что-то своровал. Почему-то всем это интересно. А про то, что какой-то завод что-то открыл новую линию, что что-то сделал хороший какой-то новый продукт, ну, много вы слышали таких новостей. Наверное, это неинтересно. Я согласна, да, сейчас есть такая установка, хорошая новость – это не новость, да, то есть, когда она плохая, особенно с признаками желтесны, тогда об этом говорит вся страна. Хотя я слышал ответ от человека, который занимается медиами, он мне сказал так, что плохое – это в зависимости от профессиональности, потому что хорошую новость, как бы так, в хорошем смысле продать, это должно быть, ну, очень профессионально сделано. А плохую новость очень легко продать. Ну да, про нее можно просто прокричать, мало грамотно, допустим. Так, мы звонки принимаем. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день еще раз. Вы знаете, я еще раз по поводу этой темы повышения зарплат. Ну, это, наверное, очень сложно сделать, потому что даже при всем их умении себя обеспечим, как-то не бездонно. Вы смотрите, ЛРТ, народ, как сказать, вычеркнул, ее пристроили в другой ряд Кампорса, тоже, как сказать, сняли с должности, его сделали генсекретарем, прямо-таки смешно, Брежнев II, ну и так далее. Параднекс пристроил свою, уже надо думать, пенсионного возраста, матушку, нацик, есалнекс, свою женушку, это бесконечно. Понятно, спасибо. Так, еще звонок давайте. То есть это как мнение прозвучало, скорее всего. Да, я слушаю вас. Добрый день. Добрый день. Знаете, вот ваши собеседники, в принципе, они только констатируют, значит, язвы, так сказать, и какие-то, ну, свое видение, конечно, имеет, но это очень-очень поверхностное. То есть вот сам факт, вот то, что там один из ваших собеседников сказал, что там определять зарплату, оценивать эффективность, ну, это на самой низшей ступени предварительной работы, которая должна быть сделана. Понимаете, вот судоруба, которая неоднократно выступала, значит, на наш народный контролер, которая выступала там на радио, она, значит, столкнулась с одной проблемой. Значит, очень много всяких нарушений, можно кого-то отдать под суд, но оценить эффективность работы вообще управленческого, ну, чиновничного аппарата невозможно. Невозможно! Поэтому нельзя сказать, вот этот министр сделал очень хорошо, и мы добавим зарплату. Да, он сделал это хорошо для кого? Для тех, кто его сейчас оценивает. Через 3-4 года придут другие, будут его оценивать совершенно другое, и могут его вообще посадить за решетку. И вся проблема, правильно кто-то выступал, здесь вся проблема в другом, понимаете? Вот эволюционный путь, который бы мы хотели бы, тихонько, спокойно, плавно плыть в светлое будущее, не получится. Придется чем-то жертвовать, причем, значит, что-то терять, и только таким образом можно найти нужное направление. Я вам могу очень просто сказать, при нынешней политической системе, экономической, которая ей соответствует, ничего путного не будет, потому что самое главное, что мы сейчас делаем, мы строим национальное государство и делаем все, что во благо этого. А бизнес, развитие, значит, экономического потенциала – это второстепенные вещи. Мы же иногда, вот вы, предприниматели, прекрасно понимаете, что многие проекты экономические, которые мы сулили бы нам, извините, миллиардные доходы, просто из-за политических амбиций отворачивают в сторону. Поэтому надо совершенно с других подходов, вернее, с других сторон подходить к этому вопросу. Спасибо. Спасибо. Ну, я, скажем так, позволь не согласиться, что не можно измерить, потому что я еще раз напоминаю, внутренний валовый продукт – это конкретно измеримая вещь. Но господин Домбровский все время измеряет, все хорошо у нас. Ну, я говорю, по ВВП мы сегодня 50-60 место в мире. И мое предложение как? Если мы можем по ВВП подниматься наверх, вот измерение, конкретное, конкретное, это измеримая вещь. Хорошо, а путь повышения этого ВВП? Это через бизнес-среду, через то, что люди инвестируют тут, через конкурентоспособную налоговую политику, через конкурентоспособное образование, через продуктивность, чтобы продуктивность была у предпринимателей, у людей, у чиновников, у министров, работать эффективно. Ну, это мы теоретизируем сейчас. Это мы не теоретизируем. Не, ну как? Если мы сравниваем любое предприятие… Как мы можем вынудить, допустим, изменить на новую систему? Вестерс построил 4 завода. Молодец. Вот если бы он министром, руководил бы государством, он бы все это бы сделал, потому что он работает на результат. Ну, вот это вопрос. Если бы ему сказали Вестерсу, иди работай, там у тебя будет тысяча лад зарплаты, но он же, я извиняюсь, семей привык больше приносить. Вот и вопрос. Как таких людей, как Вестерс, как бы заманить туда? Вы знаете, я все-таки думаю, что как бы котлеты отдельно, мухи отдельно, то есть предпринимательством должны заниматься предприниматели, а страной руководить. Нет, ну, это вопрос менеджмента, все равно. Так, у нас еще звонок. Добрый день, здравствуйте. Добрый день. Буквально на ту неделю наблюдал картину. Работает 7 человек строительные, ну, какие-то нулевые циклы делают трактористы, строители, 32 человека насчитал, которые прибегали с фотоаппаратами, с бумагами, отнимали время у этих людей, кто работает, понимаете? И вот я спросил у рабочих, а кто это такие? Да, говорит, блин, надоели, не даю даже лопатой махнуть, говорит. Все прибегают, все учат, спрашивают, ругают, а за что, чего, и никто не помогает. Спасибо. Ну, это такая, как бы, картинка, которая может, наверное, и проиллюстрировать вообще ситуацию не с конкретными лопатами конкретных людей, а вообще в бизнесе. То есть, наверное, я так подозреваю, у вас тоже много советников и консультантов, как надо строить свои дела и предпринимательскую деятельность, это тоже нас достаточно мешает. Но вот меня что изумляет еще, у нас страна выделяет огромные деньги, миллион на борьбу с теневой экономикой. Теневая экономика – это что? Это же вы же, как предприниматели, понимаете, это та отрасль экономики, которая уходит от налогов. То есть, значит, налоги ей не посильны. Вот в противовес этому может быть выгоднее все-таки как-то вот решиться налоговой системой, и тогда не надо этих страшных денег, миллионных, там какие-то просто нереальные, сотни миллионов. Вот как вы думаете вообще, что… Ну, рецепт элементарный. Конкурентоспособная налоговая политика, чтобы людям было выгоднее платить налоги и не уходить в тень. Пока такое не будет. Ну хорошо, вы вообще выступаете с какими-то конкретными предложениями, какие-то там расчеты, подаете какую-нибудь тому же самому Вилксу, у которого такая маленькая зарплата. Палата регулярно подает расчет, у нас есть масса примеров, тот же микроналог, тот же налог автомобилей, там есть конкретные работы. Не, ну я одно хочу сказать, что было бы очень здорово, если бы все, ну как бы, жили в одинаковых условиях, потому что теперь кто-то платит налоги, кто-то не платит, ну а тем, кто не платит, ничего за этого нет. То есть, ну, вы можете назвать мне хотя бы пять громких процессов, где налогонеплательщик сел бы в тюрьму в Латвии? Так у нас не только налогонеплательщики не садятся в тюрьму. Нет, 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 ну давайте про это поговорим. Или заплатил бы очень большой штраф. Да. Есть такое? Нет. Нет? Странно. В Америке есть, в Узбекистане есть, в Финляндии есть, в Сингапуре есть, везде есть, в Латвии почему-то нет. Почему-то мы настолько лояльны, что даже боимся спросить, чтобы нам налоги платили. И, то есть, ну, опять же, это вопрос, наверное, к тому, чтобы вы, как предприниматели, активнее вмешивались во все то, что нет. Нет, это вопрос определенно к налогосбирателям и к вообще репрессивному аппарату государству. Почему государство не хочет забрать то, что ему принадлежит? Ну, это вопрос риторический, от того, что мы спрашиваем, ничего не меняется, правильно? Почему риторический? Ну, тогда можно сказать, что мы вообще тут час провели риторический. Нет, это вполне реальный вопрос. Почему государство не хочет собирать налоги? Ну, я тоже согласен с Вестром, но я бы больше сторонник того, что если налоговая политика будет такая, что предпринимателям удобнее заплатить, то основная масса переберется в нормальную часть, а в тени останет себя, извиняюсь, чистый криминал. И с тем уже нам надо работать действительно репрессивным органом. Вот так примерно я вижу. У нас еще звонок. Добрый день. Здравствуйте. Кстати, я считаю, что в государственном управлении, конечно, должны люди работать с чувством глубокого патриотизма для начала, потому что, понимаете, и зарплаты в этом контексте нужно начинать реально от минимальной, ну и расти по мере выработки, как говорится. Но от минимальной, а не от ставки там 500 тысяч от минимальной. И вот тогда вверх. Спасибо. Спасибо. Согласна? Ну, это про то, собственно. Ну, как есть такая, скажем так, мысль, что какая-то минимальная хигена должна быть. Ну, чтобы, ну, этот минимальный... Ну, я говорю, если человек, ну, он работает, не знаю, там, в банке, ну, где-то у него есть какой-то доход, но он не пойдет никогда работать в министров, если ему не будет хоть бы минимум такой же, как он сегодня получает. Ну, я понимаю, конечно, чтобы работать в государстве должен быть патриотизм, все такое, ну, у каждого есть семья, ну, надо же покормить. И тогда получается так, что что получается? Если мы там не будем, не можем министрам и основным решателям вот эту мотивационную систему включить, то уже вот получается, что они там получают мало, и вот есть разные предложения, где там заработать, там-то, там-то и там-то. Да, используют свое положение. И все, и там уже, где эта коррупция и получается, да, и все. Так, у нас звонок последний. Так, алло, да, ничего не получилось. Так, наше время практически истекло, и, наверное, хотел, чтобы мы подвели какой-то такой, как итог нашей беседы. Вот, в частности, вот вы оба предприниматели, у вас достаточно успешный бизнес, но понятно, что у нас очень много людей, я так думаю, с потенциальным творческим мышлением, которые не могут начать свой вот микро, допустим, бизнес или небольшой, ну, по причине именно вот того, что нет определенности, что будет завтра, то есть это основная задача, да. А как вам кажется, вот, допустим, налоговая система, на какую перспективу она должна вообще разрабатываться? На 10 лет, на 5, на 20? Вот вы как считаете? Ну, я думаю, что 5-летний такой горизонт, это был бы самый-самый минимальный, ну, тогда предприниматели и инвесторы знали бы, с чем можно там считаться, а изменения в налоговой политике, они не должны произойти раньше, чем за год после принятия, ну, скажем так, хотим изменить какой-то налог, принимаем решение, и тогда только через год это решение и вступает в силу, это дало бы какую-то возможность, опять-таки, планировать свои действия. Перестроиться что-то, так бы, может быть, уйти в другой бизнес, если это так. Да, но, кстати, по-моему, в Финляндии так и есть, в Финляндии, Дании так и есть, что, ну, там очень плавно, если есть изменения, они очень-очень плавные. То есть, не такие, сегодня рассмотрели, завтра уже оно в жизнь воплотилось. Несмотря на все, я все-таки хочу обратиться к всем, у кого хоть есть какая-нибудь идея, ну, хоть немножко еще осталось, начинайте свой бизнес, старайтесь, и чем больше будет прагматических людей, которые будут сами зарабатывать себе, тем мы будем все жить лучше вместе. А какое направление сегодня, вот, как вам кажется, особо на такое востребованное могло бы оказаться? Ну, подскажите. Сегодня жизнь меняется настолько быстро, что, вот, ну, идеи, ну, скажем так, вот, ну, такое направление, скажем, тот же СМС-кредит, который вот не было, да, и отрасль буквально выросла за 6 лет, вот те, которые создали СМС-кредит, скажем, и можно считать плохой бизнес, но, ну, просто идеи, они вот вокруг, да. НКС-востребованным. Конечно, конечно. Ну, то есть надо как-то посмотреть вокруг, проанализировать, что происходит и подумать. Это надо каждому себе вот эту, как бы, вот, перейти эту барьеру и начинать, начинать чем-то заниматься. Не, ну, мое предложение такое, что каждый подумал, что ему нравится. Если ему нравится заняться финансом, значит, иди в финансах. Если нравится компьютер, значит, делай что-то в компьютерах. Если, я не знаю, нравится химии, значит, попробуй делать что-то в химии, ну, делай бизнес в той отрасли, что тебе точно нравится. С удовольствием. Да, с удовольствием. Тут что-то Вестру полностью согласен. Так, и спасибо всем, кто нас слушал за внимание. И я напоминаю, у нас сегодня были два предпринимателя, которые, в общем-то, пытаются как-то донести вот свои мысли не только до наших радиослушателей, но и для, до власть придержащих. Ну, правда, это как бы не всегда с успешным результатом. Это Вестур Стамуж, основатель Латвийской ассоциации рисков, о котором мы так и не поговорили, и Айгар Ростовскис, вице-президент торгово-промышленной палаты Латвии. Всем удачи. Я надеюсь, что все-таки какие-то перемены впереди у нас будут. Имеется в виду, что будет у нас и производство, и будет ВВП реальное, и не 50-е место в мире, как вы говорили. Все будьте здоровы. И на соборождении Евгений Копеин сегодня были в эфире. До свидания.